Доброе утро, девочки! Я начинаю новый влог в зеркало своего не самого чистого и вообще нового модного лифта Бабуум. Выезжаю на маникюр. Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эффект приближения... Мягкого очень приближения... Блин, почему фокус теряется? Не знаю, бывает такое... Очень разгрыжает... Вот они делают айфон и считают, что все лучше, но я уже спорю Наши все вообще... Всего хочешь... Иди, пожалуйста! Девочки, я с вами сегодня даже поздороваться не успела, потому что утром я пулей вылетала на маникюр. Ничего толком не успела вам сегодня рассказать. Потом я вернулась домой на миллисекунду. Покормила доченьку, с которой мы сейчас гуляем здесь вот в коляске. Она пока не спит, болтает. И я быстро прыгнула в такси и поехала на обед со своими подружками. Чуть-чуть там пару кадров сняла. Больше не получилось, если честно. Хотя хотелось как-то поснимать, может быть, что-то вам показать. Но, может, я не знаю, что там у меня получилось. В общем, вы уже видели это. Мы были в классном месте, где я хотела побывать давно, но у меня тут еще не получалось. Вообще, хочу туда на завтраки, потому что там какое-то классное меню завтрака. Смотрю, не буду славляющий сын гулять, потому что мы его ждем здесь. Ходим по кругу, наворачиваем круги перед домом. В общем, и мы были скорее на обеде уже. Девочки встретились в час тридцать. Я вообще приехала где-то, наверное, в час сорок пять. Не знаю, не помню, на сколько я приехала. Может быть, в два. Классно посидели. Место называется как бы ресторан, кафе, что там это такое. Яуза Place. Соответственно, находится на реке Яуза. Для меня плюс, что это не очень далеко от моего дома. Мне здесь ехать довольно быстро, поэтому я могла бы так вот раз вырваться и приехать. У меня сегодня такой, насколько это может быть день для себя. Потому что все равно, конечно, я утром кучу домашних бытовых дел переделала еще до маникюра, который у меня был в десять утра. В десять утра, мне кажется, я первый раз так рано приехала на маникюр. Для меня это рано, именно в плане маникюра. Записывалась заранее, просто подумала, какая разница. Все равно стою в шесть утра. Ну, в шесть тридцать хорошо. Причем сегодня мы встали, наоборот, в семь двадцать. Доченька дала поспать. В шесть на десять все равно успею приехать. Зато весь день впереди. В итоге еще вот с девчонками решили встретиться. Вот. В общем, переделала кучу дел и так далее, и так далее. Но хотя бы я смогла вот уехать на этот маникюр на пару часиков. Потом встретиться с подружками на пару часиков. Потому что предыдущая неделя я ничего не снимала. Была довольно интенсивная, моральная, физически сложная для меня. Что такое красное? А, машина сзади стоит красная. Что там такое красное? Потому что у меня муж был в командировке практически всю неделю, там, четыре из пяти рабочих дней. Рука устала держать телефон. И я была одна с детьми. У ребенка, у старшего школа. То есть собрать школу, забрать из школы, проконтролировать утром, чтобы он все там сделал, собрался и так далее. Обычно тебе муж занимается, пока собирается на работу. Дальше у дочки массаж. Мы прошли курс массажа. Я вам чуть-чуть снимала в прошлом влоге, что мы его начали. Вот мы его сделали. Там еще поликлиника, УЗИ. Короче, девочки, я так замоталась за эту неделю, мамы поймут. Да, что ты не спишь-то? Принцесса моя разговорчивая. Что мне нужен был этот день, хотя бы эти часы. Даже днем это сложно назвать, потому что только полдня. И то из этих половины дня не все я в одиночестве и в тишине провела. Все равно прерывалась на какие-то домашние дела. Но уже полегче становится. Сейчас вот мы вышли гулять на вечерний сон. Но почему-то девочка моя не спит. Вот. Собственно, немножко ввела вас в курс дела. Вообще сегодня у нас вербное воскресенье. У меня, к сожалению, нет вербы, потому что я физически не успела зайти за ней в храм, купить где-то еще. Кстати, я не показала вам маникюр. Сделала вот такой вот цвет. Это из летней, весенней коллекции Люксио. Называется Лен. Лен. На английском у них всегда называется. Очень мне нравится. Я думаю, что это теперь будет, если они его не уберут, то есть не сделают только вот на этот сезон, это будет мой самый любимый вот такой вот молочный цвет. Обожаю такие оттенки. И этот мне просто идеально подошел. Просто такой красивый. Аж слов нет. Лучше, чем кой для меня. Вот. В общем, что вам еще сказать. Все вроде рассказала. Начались майские праздники. По плану, планов нет никаких. Будем просто отдыхать с семьей, высыпаться, кушать и так далее. Что-то забронировать в Подмосковье мы не успели, потому что я была такая загруженность. То есть у меня не хватало ресурсов в моей голове, в моем вообще разуме еще искать какие-то там места отдыха. То есть я пыталась это делать, но то, что мне нравилось, было занято. То, что находилось было либо далеко, либо очень дорого. И так на майские праздники, как и на январские. Все поднимают бессовестные цены всегда. Вот. Поэтому пока мы в Москве, может быть, на вторые майские что-то внезапно я найду. Но это очень маловероятно и это очень жаль для меня, потому что, конечно, хочется загород. В общем, да. Ну вот, буду вам снимать, как есть, что есть. Все, мне пора двигаться, потому что моя девочка не хочет, чтобы я стояла на месте. Нам надо идти, а сын что-то все не выходит. Естественно. Доброе утро, девочки. У нас новый день. Я тут готовлю завтрак. Быстро-быстро решила, пока успеваю, заснять вам кусочек рецепта. Готовлю сейчас такие оладушки творожные. То есть это и не сырненькие, и не совсем оладушки будут. Я уже делала их как-то с лимонной цедрой и делилась в сториз у себя в инстаграм рецептом. Всем привет от Алисы. Поэтому, если вдруг вы не подписаны на мой инстаграм, ссылка есть в инфобоксе. Рекомендуем подписаться. Там много интересного. Не все успеваю снимать сюда на YouTube. Здесь у меня одна упаковка баночка мягкого творога. Можете брать любой. Я покупаю во вкусвилл или иногда там муж покупает в обычном магазине, типа перекрестка. Главное просто натуральный мягкий творог. Лучше не йогурт, а творог, потому что он гуще и получится именно оладушки. Здесь у меня 125 грамм, иногда я беру упаковку 120 грамм, иногда это может быть 130 грамм. Не критично. Одно яйцо. Вот сейчас это пока все, что здесь есть. Я сейчас добавлю еще сюда рисовую муку. Тоже, девочки, по ситуации все зависит от размера яйца, от жидкости или наоборот густоты вашего творожка. Поэтому иногда две ложки муки хватит, иногда нужно три, может быть даже четыре. То есть нам нужна консистенция такой, знаете, сметаны, что ли. Не прям вот тесто, потому что это вы забьете мукой, будет не так хорошо чувствоваться творожный вкус. Но и не жидкое, вот такое тоже нам не нужно. Нужно, чтобы было погуще. И еще сегодня я хочу сделать с яблоком. Сейчас почищу и либо натру на крупной терке, либо мелко порежу яблочко и добавлю в тесто. Будут такие яблочные оладушки. Вот примерно такая получилась у меня консистенция. Здесь сейчас две столовые ложки муки. И то одна прям такая, знаете, полная даже с горкой, а вторая просто столовая ложка. Получилось густо. В прошлый раз я использовала, например, другой творожок. И тогда у меня точно, вот я не помню, но точно было три ложки, может быть даже четыре муки. Поэтому, девочки, все по ситуации. Просто понимаете, какой результат нам нужен. В итоге я вот так вот нарезала яблочко. Такими кусочками, где фокус. Нет фокуса, есть фокус. Небольшими здесь половинка яблока. И добавлю сейчас вот сюда его в тесто. И будем печь, жарить на кокосовом масле. Вот такие красавцы получились. Очень вкусный рецепт. Максимально простой. И не время затратный. И при этом очень вкусный, девочки. Так что рекомендую. Попробуйте. Приготовьте. Ваша семья обрадуется. А моя, наверное, уже ждет, когда я договорю, и мы пойдем гулять. Мы приехали на Покровку, чтобы пообедать, прогуляться. Прекраснейшую погоду, которая сегодня есть. Мы с моей девочкой ходим пока что. Сегодня первый раз девочки сели в прогулочный блок. Так, я прервалась на вкусный обед, как вы поняли. Мы сходили поели китайской еды. Японской очень хотелось. И продолжаем нашу прогулку. Мои мальчики пошли в какой-то комус или куда-то. В канцелярский магазин. Вот. Сейчас еще погуляем. Потом у них стрижки, а мы с дочкой поедем домой. И девочки, привет говорить как-то странно в середине влога, но у нас новый день. И даже уже, мне кажется, что прошлый кусочек влога с нашей прогулки я снимала два дня назад. Вроде бы, да. После этого мы еще разок ездили погулять. Примерно туда же, в район Покровского бульвара, улица Покровки. И вчера просто уже около дома гуляли, на самом деле, потому что наша прогулка, вот не когда я вам снимала, а на следующий день была очень злотная, очень такая... Короче, непростая она была, потому что моя девочка не хотела никак спать ни в машине, ни в коляске. Она особо не уснула. Еле-еле я ее укачала на руках и уложила в коляску. Был довольно сильный ветер, там какие-то машины грохотали, трактора. Короче, ее постоянно кто-то будил, не давал ей спать. То ветер, то солнце, то машины. Она уснула ненадолго. Я поела на ходу. С одной стороны, в этом есть своя прелесть, когда ты можешь летом практически. У нас очень такая прям уверенная весна, хотя сейчас будет похолодание. Но тем не менее, когда ты можешь просто на лавочке поесть, посидеть, а не где-то заходить в заведение. Но все это немного омрачилось тем, что проехала очередная шумная машина, разбудила мою подружку. И я не знаю, наверное, километра три ее несла просто на руках до машины, потому что в коляску она не хотела садиться. Короче, это сложно. Плюс, наверное, это все обостряется тем, что у дочки лезут зубы очередные. У нас их уже четыре. Первые у нас вылезли в три месяца. Но я вам рассказывала, три с половиной. Потом где-то в пять вылезло еще два. Причем так интересно, первые вылезли центральные, два нижних. А вторая партия была не центральные верхние, а соседние верхние. То есть не клыки, а которые вот рядышком. А сейчас как раз лезет центральный верхний зуб. Ну и, соответственно, его сосед через пару дней тоже. Он прям вот прорезает у нее десну. То есть сейчас прям пик такого сложного, тяжелого состояния физического для нее. Жалко ее, конечно, помочь ей пытаешься. Сам устаешь от этого. Мамы поймут. Плюс у нас еще там с пищеварением или как это называть, с перевариванием. Короче, с усвояемостью прикорма есть свои нюансы. Ей очень нравится сам процесс, вкус овощей. Все она просто уплетала бы, мне кажется, банками это. Но организм пока привыкает к продуктам. Поэтому есть нюансики. И из-за этого, знаете, такое состояние какой-то тотальной вымотанности. Я вам честно скажу, не хочу, чтобы это звучало как будто я жалуюсь тут на жизнь. Это не так. Просто делюсь с вами как со своими подругами. Что устаешь от того, что у тебя ребенок плохо спит из-за зубов. Ну и вообще там, знаете, какой-нибудь очередной скачок роста. Что он, переживаешь за него, что он нормально не, пищеварение еще не устаканилось, назовем это так. Там с одним врачом консультируешься, с другим. Я рассказывала у себя в инстаграм, что мы ходили на прием к педиатру как раз с этим вопросом. Ой, она просыпается в коляске. Сейчас только пришли. Сдавали, ходили анализы в поликлинику. Сейчас к ней побегу и буду кормить обедом. В общем, мы пришли к педиатру. И вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы про пищеварение, она говорит, а она у вас что-то такая худенькая. Вам надо смесь водить. А нам 7 месяцев через несколько дней, я замечу. Короче, меня это так сбило вообще, выбило из колеи. Я была как-то огорчена и просто, знаете, деморализована таким походом к педиатру. Потом мне посоветовали отличного гастроэнтеролога. Все, надо идти. В общем, он сказал, некая смесь в нашем возрасте уже не нужна. И нужно просто делать упор на прикорм. Все мне расписал. В общем, вводим. Вот сейчас пойдем прикармливаться обедом. Я что хотела сказать? Что, короче, мне сложно, девочки. И в такие моменты, я думаю, что мне нужен либо какой-то лайф-коуч, как бы это сейчас избито не звучало. У меня уже человек, с которым мне просто хочется посоветоваться, как выстроить свою жизнь, организовать ее так, чтобы не упахиваться и не падать просто от усталости. Потому что есть работа, есть семья, есть очень маленький ребенок. И это все... Мадам зевает. Вот так вот выглядит наш обед, но это мы уже доедаем. Здесь у нас брокколи, цветная капуста и немножко картошечки. Вон чьи-то ножки в нетерпении ждут продолжения. Поэтому долго вам показывать не буду эту вкусноту, да? А еще заказала вот такие вот штучки. Завтра планирую уже начать готовить все на Пасху. Потому что завтра пятница, в субботу уже нужно идти освещать. И, соответственно, я заранее заказала. Наверное, когда я выложу этот влог, я планирую его вложить в пятницу. Надеюсь, что я успею смонтировать. То есть за сегодняшний вечер это сделать и завтра выложить. Не знаю, не уверена, что вы успеете заказать. Может быть, на будущее возьмите на заметку. Есть вот такие вот очень красивые переводные наклейки. Просто как вот реально акварельный рисунок. И их можно делать как переводные татуировки. А можно именно на яйца наносить и делать, видите, прям тематическое все. Касательно Пасхи здесь просто красивые какие-то рисунки. Я нашла их на Vampires. И, соответственно, вот буду пробовать завтра украшать так. Сейчас мне нужно будет сообразить, что я буду готовить. В плане какие именно куличи. Потому что в этом году я хочу сделать немножко по другим рецептам. И Пасху я делаю всегда творожную именно. Моя доченька здесь играет. Я хочу ее сделать не такую, как я делала всегда. У меня муж очень любит творожную Пасху, которую я готовлю. Но получается такая нежная-нежная. Но я хочу в этом году сделать мне пасы рецепт с вареной сгущенкой. Надеюсь, вас не смущает этот шум. В общем, попробую новый рецепт. Нужно сейчас все пройтись по рецептам по этим. Посмотреть все ингредиенты. Посмотреть, все ли у меня это есть. Чего нет. Добавить в корзину. Заказать, заказать продукты на ужин. Короче, куча таких простых бытовых дел. И вообще этот влог я вот его смонтирую как есть. Что наснимала, то наснимала. Вот что будет, то будет. Возможно, будет немного. Возможно, будет как-то мало. И по продолжительности, и по наполненности. Но мне хочется выложить его сейчас. Не откладывать его еще на неделю. Не собирать там влог за месяц. Потому что потом получится на час. Лучше я сейчас его выложу. И просто хочется вот в моменте именно, пока что-то происходит актуальное, поделиться этим. А дальше, на самом деле, я прям сразу хочу продолжить снимать следующий влог. Я не уверена, буду ли я снимать именно процесс готовки. Потому что я буду это делать завтра, как я уже сказала. А готовить... Помимо того, что завтра готовить нужно очень много. И еще у меня завтра очень много съемок. Мне нужно снять видео. Как минимум одно. Еще что-то надо было снять. Куда ты полосишь, мой друг? В общем, на влог, скорее всего, времени не останется. А вот в субботу меня позвали еще на мероприятие на одно. Плюс воскресенье, Пасха. Я думаю, что я вам поснимаю и, наверное... Дополосла до меня. И, наверное, поснимаю уже вторые майские праздники в этот кусочек видео. Потому что мы забронировали Подмосковье. Кто-то тут у меня ползает. Вот. Тоже не помню, говорила я или нет. Сами уже не верили, но нашли классное место. Я надеюсь, что он классный. Мы туда первый раз поедем. Вот. Так что, возможно, это будет конец влога сейчас. Я не знаю, буду ли я снимать еще что-то. Если что, то увидимся совсем скоро. Мя-мя-мя. Ну, там игрушки, тут книжки. В общем, пойду.